Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Фокус на человека». Предположу, что многие из вас в связи с психологией слышали термин «расстановки» или «семейные расстановки». Примерно лет десять назад эта тема была на пике интереса. Сегодня, как обстоят дела с этой темой, с этим психологическим подходом, мы будем говорить с нашим гостем. Это Вадим Анонимов. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Вадим не просто расстановщик, а расстановщик с 12 летним стажем. Кроме того, Вадим клинический психолог. Мы сегодня с вами постараемся пошире рассказать об этом методе. Начнем, наверное, с самого начала. Основатель метода, человек достаточно известный уже, да? И, ну, вот суть в чем? В чему он называется вот таким интересным словом «расстановки»? Много о расстановках говорят разного. Действительно, наверное, если в интернете посмотреть и различные статьи, и поговорить с психологами, такими традиционными психологами, вы услышите там диаметрально противоположные мнения. Кто-то скажет, что да, классный метод, там есть результаты, он интересный, он яркий. Действительно, это так. А кто-то будет сомневаться в его научности, сомневаться исходя из своего личного опыта, в частности, да? Потому что есть и расстановщики тоже очень разные, да? Очень много, к сожалению, в этом таком вот расстановочном мире, ну, наверное, больше половины вообще расстановщиков часто люди, которые даже могут недостаточное образование психологическое иметь. Потому что не все... Это вот наш институт сертифицирует на базе психологического образования. Есть другие школы, есть другие обучения. Есть так называемые расстановщики-эзотерики, которые, в принципе, ну, из эзотерической картины мира исходят. Например, они там расставляют прошлые жизни, могут расставлять, да? Могут расставлять на базе карт-таро, на базе, значит, каких-то шаманских элементов. В чем особенность духов... Вот, например, позднего Хеллингера, давайте вот раз об этом говорим и ранее у Хеллингера, и вообще того раскола, который существует в среде. Есть понятие расстановки как психотерапия. То есть психотерапия – это определенная вещь, связанная с отношениями с клиентом. Ну, например, мы работаем только по запросу. У нас есть этический кодекс психотерапевта. Ну, стандарты есть определенные. Есть определенные стандарты. Вот. А эзотерические расстановщики, у них этих стандартов нет. Они даже могут и не подозревать о них, да? Именно эти расстановщики, они как бы и создают порой вот этот фон, который вокруг расстановки существует. Шлейф, я бы даже сказала. Да. То есть надо понять, что есть метод, а есть люди, которые его практикуют. Вот важно посмотреть, какие люди, кто они. То есть, если я правильно поняла, во-первых, классические расстановки по Хеллингеру, по раннему Хеллингеру – это совершенно стандартизированная психотерапевтическая, ну, скажем так, процедура или процесс. Да. Так, что первое, здесь нет места никаким, да, ни духовным практикам, ни эзотерическим. Здесь совершенно, ну, протокольная вещь, здесь и второе, что важно, вы сказали, неимоверно много зависит от того, кто проводит, кто руководит этим процессом. От личности самого расстановщика, конечно же. То есть для людей, которых всё-таки может заинтересовать этот метод, нужно чётко понимать, что расстановщика нужно проверять по отзывам, по его подготовленности, по его опыту работы, да, по разным, с разных сторон, так сказать, рассматривать. По отзывам, по тому, входит ли он в перечень сертифицированных расстановщиков, которые есть. А вот можно я такой вопрос задам? Смотрите, вот, допустим, человек всё-таки, ну, скажем, повёлся вот на это присоединение к роду, шаманизм, эзотерические какие-то вещи, да, вот то, что не является настоящей расстановкой. И к не очень квалифицированному специалисту попал. Он действительно ему могут навредить? Смотрите, да, действительно, наверное, это хорошие слова, что у психики есть защитная функция. И навредить человеку немного сложнее, чем нам кажется. Это раз. Но часто к расстановщикам обращаются, например, люди не просто невротического спектра, а, например, пограничные пациенты. Вот я как клинический психолог, я соответствующее образование имею, поэтому я могу об этом говорить. И даже психотически, ну, люди с определёнными психическими отклонениями порой. И в этом есть опасность. Расстановка, если не понимать, кто перед тобой, да, и не понимать, как с ним работать, то расстановка может спровоцировать какое-то обострение этих людей. То есть всё-таки возвращаемся, да. Присутствует в ряде случаев, так можно сказать. Сам метод, его создатель Берт Хеллингер, вот, наверное, уже лет, наверное, 40 назад, получается, это всё началось. И первый этап действительно был такой более научный, и рядом с ним были определённые люди, которые сейчас продолжают это, и не пошли с ним дальше. Вот, сам метод... Да, в методе есть две вещи. Первое – это технический способ, вот именно то, что называют часто методом расстановок, это технически, как это делается. Вот. И второе – это те психологические интервенции, психологические какие-то законы, теории личности, которые используются уже внутри работы. Сейчас я поясню. Что имеет суда под собственный метод расстановки? Это есть феномен заместительского восприятия. Вот он – камень преткновения. Вот. То есть получается так, что есть такие люди, которые называются заместителями, которых определённым образом вводят в некое состояние, ну, в силу того, что здесь присутствует клиент, и они начинают испытывать чувства других людей. Других людей. А что вы имеете в виду, когда говорите «вводят в состояние»? Это гипноз какой-то лёгкий применяется или что? Ну, я думаю, как такового гипноза там нет, но есть групповая динамика, которая всё равно, ну, как бы лёгкий, какой-то определённый транс. Мы вообще живём в трансах. Всё, что мы делаем, на 90% состоит из трансов. Конечно, элементы транса могут быть. Люди определённым образом поставили, ввели в роль, и вот они начинают испытывать чувства. И даже клиент узнаёт. Вот она говорит словами моей мамы, да? Это как будто моя мама, это вот мой папа, это мой брат. Они прям буквально, чувствуя, выдают этих людей и говорят даже их слова порой. Вот как это так получается, да? Это действительно удивительно. Вот. И объяснения есть и такие мифологические, эзотерические, есть научные. Ну, научные объяснения, они ещё не сформированы до конца, но наука к этому подходит сейчас, да? Есть, например, понятие, некоторые говорят, есть такое морфогенетические поля. Есть такой Руперт Шелдрейк, которым общался даже Херлингер. Херлингер первое время думал, что это вот как-то с этим связано. Но что такое это за поля, да? Ну, это как биополе. Вот. Там, вода, которая там помнит всевозможные какие-то воздействия, да? Это, в общем-то, наверное, эзотерическое больше понятие. Мы не... Возможно, есть биополе, но поскольку физика не продвинулась до этого уровня, мы не знаем, как это устроено. Может быть, что-то и есть. Ну, как будто бы открытие впереди на эту тему. Наверное, открытие впереди, да. Есть, ну, некоторые просто говорят, как будто есть космос какой-то, и там записано все. Вот прошлое... Ну, там сейчас очень много разного вида теорий. Да, по-разному они называют, мы даже не будем их все объединим вместе. Такие эзотерические объяснения, что вот как будто мы вот садимся на расстановке, вся группа подключаемся, и оттуда, откуда-то из внешнего источника достаем, да? Есть такое понятие зеркальные нейроны, вот. Которые открыли итальянские исследователи, знаете, даже книги есть такие. И это нейроны, которые сначала открыты были у птиц, потом у человека. С помощью этих нейронов человек или там существо испытывает чувства, которые испытывает другой человек. То есть он как бы его зеркалит. Это резонанс своего рода, да? Своего рода, да. Резонансные вот эти вещи, это тоже зеркальные нейроны. Ну, иначе говоря, эмпатия. Вот я сижу, рядом человек испытывает грусть, и меня тоже постепенно охватывает грусть. Я тоже начинаю грустить, почему-то. Хотя он мне ничего не сказал, никаких фактов я не знаю, информации у меня нет, чтобы я грустил, да? Но я вот это чувство испытываю. Вот. И это работают зеркальные нейроны. Есть, говорят, что у кого-то их чуть больше, у кого-то чуть меньше. Вот эмпатичные люди, это люди, у которых больше зеркальных нейронов. Мы как бы думаем, что зеркальные нейроны наверняка как-то задействованы. Вот. И, например, хороший заместитель, это человек, у которого, наверное, очень много зеркальных нейронов. А что значит хороший заместитель? Человек, который хорошо входит в этот процесс, который хорошо входит в резонанс, и может транслировать свои чувства? Да, да, да. Феномен, как я его лично понимаю, да? Я его понимаю примерно так. Вот. Обычная эмпатия мы все понимаем. Или это вот даже резонансное консультирование. Я сижу, и я чувствую, еще это называется контрпереносом в психоанализе, да? Я чувствую чувства, которые не мои, либо это чувство человека, в котором я сижу, либо еще хитрее в контрпереносе я чувствую чувство того, с кем он общается. Например, он постоянно конфликтует с своей мамой, она его ругает. И вот я сижу, я психолог, начинаю тоже ругать этого клиента, да? То есть я вхожу в этот контрперенос, да? То есть, видите, уже не сам человек, а уже другое лицо. Его образ, собственно говоря, образ, который сейчас внутри этого человека. Это образ внутри этого человека, образ его мамы, я этот образ поймал. Потому что он с ним контактирует постоянно, и я с ним контактирую. Сложная такая цепочка. Да, да, да. Усложняется. Вот. И вот что такое расстановка? Расстановка – это сложный контрперенос, когда... Вот я объясню его просто по факту. Вот садится человек, он рассказывает что-то. Это клиент. Расстановщик сидит, клиент, и сидит группа. Группа слушает его историю. В его истории, как правило, есть какие-то отдельные элементы. Ну, например, там, мама, папа, там, брат, он, они между... Там, у них есть какие-то конфликты. Как будто действующие лица. Действующие лица. Могут быть элементы внутри него. Например, у него внутри идет спор между, скажем, ну, например, разумом и душой. Чувства его влекут к одному, а разум, например, к какому-то другому. Предположим, он не может выбрать, куда идти работать или учиться. Ну, вот, то есть элементы внутренние, элементы внешние, сами люди, сообщество. Все это является элементами в расстановке. И вот если я беру эмпатию, эмпатия, она как бы целостная. Вот я эмпатирую, скажем, у вас. Я чувствую ваши чувства. И вот, когда... Но я эту эмпатию можно разбить на части. И когда сидит группа, один человек в группе может уловить одну часть этой эмпатии. Один элемент его. А все это у него в голове, в его сознании, в его бессознательном в том числе, да? Все это у него там. И вот мы из его психики отдельные элементы как бы берем. И за счет эмпатичности, за счет желтального нейрона, скорее всего, да, каждый какой-то член группы забирает себе как бы эту часть. Но это усиливается благодаря тому, что клиент назначает этих людей. А как он назначает? Он видит похожего. Человек, похожий на его маму, например. Не портретное сходство, а похожее, как правило, чувственно, внутреннее. И мы это чувствуем, что человек похожий. Вот она, например, тоже злая. Моя мама злая, предположим. И вот она сидит злой. И вот я этого злую женщину назначаю мамой. То есть выбор заместителей, и это уже не случайно. Вот смотрите, первое, он рассказывает историю, мы погружаемся в историю. Мы уже внутренне к чему-то присоединились. Второе, он выбирает нас определенным образом. Следующий этап. Следующий этап, это дифференциация. Третий этап, мы встаем, и он назначает. Он смотрит в глаза и говорит, ты теперь моя мама. Он и человек смотрит, и чувствуется в это еще больше. Он погружается в это. И потом, четвертый этап, он его ставит на определенное место. То есть люди, вот здесь надо сказать о том, что расстановки – это символический способ, да, все равно. Но это как бы проективная методика. То есть люди внутри головы определенным образом расположены, и мы это вытаскиваем, и определенным образом находим места в пространстве и ставим. Да. И от того, как они стоят друг напротив друга, или рядом, или как-то еще какими-то фигурами, от этого зависит тоже их отношение. То есть он еще определенным образом четвертым этапом поставил этого человека, и тогда еще больше у него чувств. Эти части его чувств связаны с тем, как он расположен в пространстве. И вот тогда полностью заиместительское восприятие по полной уже включается. И вот так это с моей точки зрения работает. Вот. И, ну, существует такое мнение в расстановочном сообществе. Говорят, есть статьи иностранные, я их не считал, что точность заместительская в среднем где-то 85%. То есть на 15% есть неточность, ну, личностные особенности мои. И где-то на 85% хороший заместитель отражает тот персонаж, о котором мы говорим. Смотрите, а есть, может быть, это как раз в 15% входит... А есть, может быть, некая опасность, что у заместителя совпадает жизненная ситуация с клиентом, с тем, кто заказал, скажем так, свою расстановку. Это не опасность, это благо. Это благо. Это хорошо. Нет, а он транслировать будет свою ситуацию. Нет такого? Ну, как бы перенос своей ситуации. Ну, смотрите, тогда опасность. Мы говорим тогда о двух вещах. То, что он похожий, и он находится в похожей ситуации, это хорошо, потому что человек, который не находится ни в чем подобном, он не сможет передать. Потому что для нас этого не существует, этих чувств, этих мыслей, да? Мы не можем об этих мыслях говорить. Это первый аспект. Второй аспект, что человек находится в своем, и не внесет ли он свое. Здесь существует техника. Ну, мы определенным образом учим заместителей. Есть медитативный определенный элемент, когда мы... Даже Хеллингер об этом даже говорит так очень хорошо. Входя в расстановку, останови свой ум, и оставь намерение, и оставь страхи. Речь идет о том, что заместитель должен определенным образом что-то сделать для того, чтобы настроиться. И тогда он... Ну, например, это телесная практика. Например, самое главное – остановить свои мысли. Потому что свои мысли – это вот пока еще мои личные мысли, вот как у Вадима, да? Если меня поставили в расстановку, я заместитель, я обычно встаю, я могу закрыть глаза, и я переношу фокус своего внимания на свое тело. Помогает вот именно, когда ты работаешь с телом. Ну, кто-то с дыханием, кто-то просто с телом. И если я слушаю свое тело, например, какие у меня ощущения в теле просто, да? В этот момент я не думаю ни о чем. И я отключаюсь от своего содержания, да, внутреннего. Вот от этой словесной мешалки, которая постоянно там в голове. И вот в этой пустоте, то есть вот фокус внимания я как бы перенес, голова у меня стала пустой, и в этой пустоте появляются уже чужие ощущения. Вот так они приходят. Когда начинается процесс, и ваш заказчик или клиент основной, да, вот чью расстановку делает, расставляет своих персонажей, да, свои истории, то вы видите, что они расставлены определенным образом. И видите, ну, скажем, те искажения, которые вот конкретно в этой ситуации присутствуют, да? То есть получается, что вы знаете, как должно быть правильно. Ну, как будто бы, как должна работать правильно та или иная вот ситуация, система ситуации или конкретная ситуация. Так? Очень такой тонкий, глубокий вопрос. Помогаете человеку разобраться в его ситуации, исходя из законов, которые вот и существуют как раз. С одной стороны, ну, все-таки есть и другой уровень. С одной стороны, да, законы. И мы видим нарушения, но с другой стороны, есть психотерапевтическая парадигма, которая нам говорит еще и о принятии. Люди могут быть разными. И законы не жесткие. Вот я о чем. Да, бывает явное нарушение. Женщина стоит на мужском месте, мужчина на женском. Да, поменялись. Что делать? Ну, вот они так стоят. Ну, я с принятием к этому. Да, бывают такие семьи. Вы знаете все. Ну, да. Такие семьи. Да, бывают, конечно. Есть какие-то, есть более серьезные нарушения. Но, смотрите, нарушения, все надо смотреть в контексте. Расстановки – феноменологический метод. Он исходит из контекста. А что вот сейчас? Если клиент пришел с тем, что у него сильно болеет ребенок, и они его вылечивают, а он болеет снова и снова, почему-то? И это является там симптомная, скажем, остановка, да, в данном случае. И мы расставляем, и мы видим нарушение порядка, и мы видим, что ребенок болеет в связи с нарушениями, тогда такое нарушение надо исправлять. Ну, как симптом, да? Да, потому что мы видим, что здесь есть конкретное страдание. Наша цель – облегчить страдания людям. Ну, то есть… А не просто абстрактно увидеть нарушение и их как-то исправить. Ну, да, упрощая восприятие, мы говорим о том, что если даже эти законы существуют, о которых вы тоже скажете, я надеюсь, потому что они очень интересно звучат, то в любом случае, как бы законы ни звучали, если человек приходит, как это, с каждой нарушки своей зверушки, и его устраивает в его вот такой переплетенный порядок, ради бога, да, никто никого строить не будет, это не тех, терпевтичный. Да, да, вот об этом хотел сказать. А если вот действительно пришел с тем, что вот что-то не устраивает и никак ничто не получается самостоятельно изменить, да, ну, понятно. Про базовые законы, про базовые. Ну, это три основных закона известных, да. Закон, секундочку, точную формулировку, чтобы их назвать правильно. Они, кстати, по-разному называются в разных версиях. Закон единства или связи, первый. Да, вот уже я слышала его как закон принадлежности, уже вот здесь даже разница. Да, кто-то там закон принадлежности его называют. Закон единства и связи мне нравится больше. Это закон о чем? Есть семейная система, ну, в данном случае, да. За семьей мы можем вести разговор об организациях, о религиозных сообществах, о чем угодно, о группах поинтересу, но базовым является семья. Ну, как бы, понятно, мы рождаемся в семье, это для нас базовая, базовая наша система, каждого из нас. А потом вы имеете в виду любое сообщество? Ну, любое сообщество тоже подчиняется теории систем, и теория систем наложена на расстановки, и она используется в разных других видах расстановок. Семейная система – это определенное сообщество, ну, и к нему принадлежат определенные люди. Вот. И суть этого закона в том, что нельзя никого из этой системы исключить. Ну, как бы, просто так вот взять и убрать его, да. И система стремится его каким-то образом вернуть. Значит, это неосознанные, как бы, такие неявные законы через действия других каких-то людей, более младших в системе, да. А каким-то образом эта система стремится целостность эту свою сохранить. Вот это очень вообще, если говорить, да. Но здесь очень важно понять, кто еще входит в эту систему. Вот по Хеллингеру в систему входит, ну, вот условно, там, возьмем, самое простое, там, я, мои родители, да, понятно, что мои сестры и братья. Если я создал семью, то в мою систему входит, там, жена, дети, да. А, то есть я уже создал свою систему. Я уже создал, ну, подсистему. Подсистему. Можно сказать, система семейная, можно сказать, система родовая. Тут уровень можно разный рассматривать. Ну, давайте возьмем система семья и род, да. Вот. Ну, если берем даже семья, ну, это родительская семья и моя семья. Это и то, и другое семья. Я вхожу в это. Мои родители, их сестры и братья, дедушки и бабушки. Можно по-разному говорить, до какого уровня ходят. Вот есть такое понятие, но это больше, конечно, эзотерики продвигают, что до седьмого колена надо. У нас же есть понятие до седьмого колена из Библии. Ну, да, и слово семья некоторым трактуется так. И есть культурально закрепленное, значит, в нашем обществе просто понятие в цивилизации, что семь. Ну, как-то так считается, да. Почему, я не знаю. Вот. И можно до семи. Если род, то до семи, а если семья, то обычно до трех. То есть мы родители и прародители, то есть бабушки и дедушки. Но это не все. Кто еще входит в эту систему? Немножко все сложнее. В систему входят лица, которые оказали существенное влияние на эту семью. Они тоже как бы становятся членами этой системы. Например, если я кого-то убил в этой семье, я убийца, то я в эту систему попадаю тоже. По Хиллингеру. По классическому форму. Если вы кого-то из этой семьи убили. Я убийца, я отнял человека из этой системы. И я к ним попадаю. И если расставлять эту всю систему, мы увидим, что этот убийца тоже появляется здесь. Тот, кто отнял. Тот, кто оказал какое-то благодеяние большое. Например, подарок сделал, помог наладить бизнес. И человек, и люди, потом этот рот поднялся. Такие случаи тоже есть. И этот человек тоже входит в эту систему. То есть тот, кто нанес существенный ущерб или тот, кто существенный ущерб. Ярко выраженный плюс и ярко выраженный минус. Все они попадают в эту же систему. И суть этого первого закона, что нельзя никого исключить, мы видим, например, ну, например, болеет ребенок. Или ребенок часто, вот мы наблюдаем, например, даже наркоман. Давайте возьмем такой экстремальный пример. И иногда, когда мы ставим его систему, мы, например, видим, что ребенок смотрит куда-то в сторону, в угол, например, этого зала, где мы расставляем, и как будто там кто-то есть. Да? Ну, обычно мы же смотрим, кто кто-то нам... Одни заместители нам указывают на то, где должны стоять другие, и постепенно у нас расстановка так усиливается, увеличивается. Он говорит, ну, вот я смотрю туда, там как будто кто-то лежит. Мы, например, смотрим, кто это лежит. И часто это оказывается исключенный человек. Например, какой-нибудь там брат отца, например. Предположим, он там выпивал, спился, жил там в какой-то деревне, его там... Его просто забыли, исключили. Ну, способы, как исключать человека, мы с вами знаем. Просто его даже не приглашают, он там где-то живет, возможно, он умер, никто не знает, где он похоронен. Вот это классический исключенный человек. И ребенок смотрит на этого исключенного. И когда мы в расстановке, сразу же мы понимаем, какие здесь надо совершать интервенции. Надо, значит, этого исключенного возвращать. И должны это делать не сам маленький ребенок, который уже начал подвергаться. Ну, то есть через себя он начал как бы возвращать того. Понимаете, да? То есть своим телом. Есть тело человека, а есть тело семьи. И тело семьи – это нечто единое. И вот он, как кусочек тела семьи, возвращает один из его элементов в другой. И тогда, значит, тот, кто пришел на расстановку, часто это родители, они, например, могут посмотреть на этого человека в расстановке, его принять обратно в семью. В жизни это потом они едут, находят где он похоронен. Вот. И ребенку становится легче. Вот так работает такой простой закон единства или связи. Он звучит, да, действительно, феминологически звучит. Но его надо делать, но делать это надо только тогда, когда это есть конкретно в виде шала. И не обязательно ребенок болеет, это только связано с исключенным. Ну, это просто пример. Пример. А вот смотрите, другая ситуация, когда тот человек, который, как вы говорите, убил кого-то вот из этой семьи, он же сам какой-то семье принадлежит. Да. И таких людей чаще всего тоже из родов стараются исключить. Ну, там, где вот какие-то ярко выраженные злодеи, что ли, я не знаю, там, предатели какие-то. Ну, это все тоже социально обусловленные вещи, конечно, да. Ну, и ценностно обусловленные. А вот как с этими? Вот их тоже нужно возвращать в семью? Ну, вот слово нужно мне всегда не нравится. Да. Их можно возвращать, если есть запрос у семьи, если есть причина, если есть боль какая-то в семье, у кого-то... Ну, смотрите, я поняла. Вот если, допустим, есть запрос, что в семье что-то не в порядке, и в результате этой расстановки выясняется, что вот этот непорядок из-за того, что вот того человека, который там, как это, рецидивист, там, какой-то из семьи исключили, и вот в нем все дело, его надо вернуть, я правильно понимаю? Ну, в этой ситуации. Надо смотреть все конкретно. Ну, скорее всего, будем работать так. Его надо... Его надо... Нет. Та семья его может вернуть себе. Он исключенный в своей семье. А если мы работаем в этой семье, где он убил члена семьи, то часто мы его вынуждены, бываем, тоже поставить и... Принять в эту семью. И как бы увидеть его. Ну, мы не будем ему там как-то кланяться принять не в смысле того, что мы его прям соглашаемся с тем, что он... Нет, я принять, что он был. Вот он стоит, что он в системе присутствует. Что он тоже здесь, да. И так мы принимаем часто не человека даже, а, например, войну, которую я отняла там каких-то там членов нашей семьи. Часто в расстановках присутствует война, коллективизация. То есть некие такие образования или события просто. События, которые отняли. Это тоже элементы расстановок, конечно же. Безличные такие фигуры. Хорошо. Это мы с вами поговорили про первый закон. Он такой очень мощный, очень многосторонний, многослойный. Понятно, в принципе, о чем речь идет. Да, да, да. Дальше. Какой второй? Второй закон называется законной иерархии или порядка. Это... Вот здесь вот тонкость, конечно, потому что со временем, конечно, любые иерархии немножко становятся более мягкими. Мы не можем не учитывать сегодняшний день. Ну, развивается. Прошел год, прошло 10 лет. Мы живем в изменяющем мире. Меняется общество. Да, общество меняется. Так вот, традиционная версия закона Келлингера о порядке иерархии. У каждого человека есть свое место. В системе. В системе, да. Оно определенным образом зафиксировано. Если это место нарушить, стоять не там, где надо, то это может дать нарушение. То есть психологические и какие-то жизненные проблемы могут быть у человека, если он, ну, вот таким-то образом, система устроена так, это не он виноват. Это его поставили часто, да? Более старшие, более младших ставят не на те места. Вот. И мы говорим о том, что мужчина стоит справа, а женщина слева. Например, классический, да? Может, свое место. Справа это, мы говорим, правая сторона, правая решающая сторона, разум. Это те, кто принимает решение. А, ну, это же относится к левое правое, левое буршальное, правое буршальное. Левое, это больше творческое, более такой чувственное, это женщина. Вот. И вот они должны вот так стоять. Вот. Дети стоят спереди, вот. родители стоят сзади. То есть дети, пара, ну, как бы... Вот пара, спереди дети, сзади родители, сзади их родители. И по идее, они все должны смотреть в одну сторону вперед. Если они смотрят в одну сторону, значит, они в единстве целей. Потому что, если в другую сторону, значит, уже человек, например, что-то изменилось. Может, он ценности этой семьи уже не исповедует. Например, какие-то другие ценности. Вот. Теперь, если это сёстры и братья, то справа стоят тот, кто родился раньше. Тот, кто родился позже, стоит, значит, левее уже. И нарушение этого закона, это когда люди стоят не там, где надо. Вот. И нарушения эти бывают разного вида, да? Вот я уже сказал, муж и жена меняются местами, но это сейчас уже можно и не считать нарушением, потому что всё становится мягче. В современном мире, где и пол, уже люди меняют свободно, где признаны там всякие трансгендеры, геи, ну, ЛГБТ-сообщество стало, официального, и поэтому не совсем понятно, кто где вообще и кто есть кто. Вот. Но есть другой тип нарушений, значит, это так называемая парентификация. И есть ещё триангуляция. Два. Ещё два таких нарушения, да, может быть, вы знаете. Триангуляция, это, кстати, из теории семейных систем и системной семейной терапии. Ну, например, как это выражается в расстановках, стоят муж и жена, а между ними ребёнок. Вот. И это может даже физически быть в жизни, например. А в жизни это как? Ребёнок, потому что ему там пять лет, а он всё ещё спит с родителями. И он так вот прям и на постели спит между ними. Какую функцию несёт ребёнок? Ребёнок втянут в отношения этих родителей. триангуляция, вот он добавлен третьим. Триангулятором может быть ребёнок, может любовница быть триангулятором, может быть какое-то увлечение особенное, да, разные вещи. Но мы говорим о системах семейных и в данном случае ребёнок. То есть ребёнок стоит не спереди, а между ними. Занимает не своё место. Не своё место. Он как бы на уровне родителей. И он решает между ними какие-то вопросы. А вот смотрите, я сразу на эту тему вопрос задам. У нас сейчас как-то, я бы даже сказала, пропагандируется некоторым образом, ну, по психологии, конечно, не в хорошей, что когда дочка с мамой как подружки, это хорошо. А это ведь получается совсем нехорошо. Это нехорошо. Мама должна быть мамой. Да, то есть когда она получается мама дочку на уровень своей подружки поднимает, она наделяет ребёнка несвойственными ей функциями и ответственностью в том числе. она делится, например, она рассказывает, жалуется, как у неё с мужчинами, предположим, да, и она её втягивает на свой уровень, и она её обременяет избыточной нагрузкой для её души. Это может иметь последствия для дальнейшей жизни ребёнка. И с такими вот детьми мы работаем, имя дело в расстановке, кто приходит на расстановки с запросами. Триангулированные дети, и вот правильно вы говорите, треангуляция не только маленький ребёнок, а взрослого события. Триангулированные дети не могут оставить своих родителей. Ну, они не сепарированные так называемые дети, они, как правило, триангулированные в отношении. Вот. Или они стоят не на своём месте. Например, сын живёт с мамой долгое время, ему же там лет 30, а он всё с мамой живёт, 40. Вот. Такие истории мы все знаем. Да, да, да. Это такой отрицательный. Когда дочка живёт с мамой, как-то социум больше одобряет, а вот когда сын, это совсем уж прям плохо. Хотя, по сути, и то, и другое. И то, и другое. И это в этом случае ребёнок стоит на месте партнёра. Она живёт одна, у неё нет мужа, с папой она в разводе. И вот сын живёт, и он выполняет. Естественно, это не инцест, но это психологический отец. Он как психологический инцест получается. Психологический инцест. Продолжаем. Вы сказали триангуляция и второй какой-то термин был. Парантификация. Парантификация? Парантификация это нарушение более серьёзное. Это когда родители и дети меняются местами. То есть, например, я родитель, а сзади меня стоит ребёнок. Он как родитель. Ну, такие случаи мы тоже знаем. Например, инфантильная мама, предположим, папы нет, или он умер, или что-то случилось. Мама в депрессии. И вот ребёнок, он ещё маленький, может быть, подросток, и он уже становится как взрослый. Он начинает зарабатывать, он начинает за мамой ухаживать. И вот они таким образом меняются местами. она всё больше становится ребёнком, капризничает, что-то требует. И любых из серьёзных изменений в семейной системе всегда есть риск таких, вот таких смещений этих ролей. ну и развод одна из самых таких сил. Развод или смерть партнёра, или болезнь чья-то. И вот эта парантификация тоже становится видна, понятно, когда вот это происходит расстановка. то есть меня мне вот знаете, что любопытно здесь, даже не любопытно, а скорее воспоминай ему интересно инсайтово, такое сложное слово, потому что когда я вижу, как это люди выстаравивают со стороны или сама в этом участвую, то как будто некое такое прозрение происходит, и ты картинку эту свою видишь, ну как бы со стороны, и понимаешь, что здесь действительно не так, и как будто уже понимаешь, что сразу понимаешь, что нужно сделать, чтобы было нормально. Да, здесь расстановка как выступает как проективная методика, которая позволяет внутренне сделать внешне. Вот я один пример просто приведу для интереса, да, тоже более жесткое нарушение иерархии. Это когда на место, например, умершего ребенка ставят другого. Ну это здесь как бы нарушение единства вроде нет, вроде все здесь, но именно вот нарушается место само. А что вы имеете в виду, когда говорите, ставят на... Я делал такую работу, вот без не упоминая... То есть буквально? Буквально. А, буквально. Вот смотрите, это, кстати, есть такое понятие, даже психология, замещающая ребенок. У меня, например, у кого-то погиб ребенок, и потом рождается в этой семье второй ребенок, и ему дают это же имя, вот это же имя, и такие дети, как правило, и есть прямо книги на эту тему. Вот французская книга недавно я приобретал, замещающие дети, и описаны, как они живут, эти дети. То есть на них накладывается ожидание на кого-то другого, и они должны что-то исполнить для своих родителей, кроме того, кто они есть. Понимаете? И вот это их слишком тяжелая ноша для них. И вот расстановки вот здесь, конечно, могут помочь. Вот. Приведу просто один пример, без личных каких-то упоминаний. Мы делали такую работу с одним человеком, у него действительно умер брат, его назвали именем брата покойного, и вот он пришел на расстановку. После расстановки он взял другое имя. Он поменял имя, и это имя ему приснилось, оказывается. Ночью снилось много раз уже, что у него именно другое. И после расстановки потом он пришел, говорит, и очень почувствовал большие изменения в жизни. Психологические, какие-то общие. Так они как-то из-под воль начинают сами, да, происходить эти изменения? Без каких-то намеренных. Он пришел, сказал большое спасибо нам тогда, что вот эта расстановка была очень успешной. Он стоял буквально на месте умершего брата. Прямо от него родители этого требовали. И он там за двоих, за двоих детей, ну, там еще партификация была, он содержал родителей. Там было еще нарушение, но это более острое, когда еще на месте другого. Вот это вот, наверное, такой интересный тоже момент. Вот. И, ну, вы говорите про третий закон, да? Третий закон, закон баланса. Да, да, баланса давать брать, еще говорят. Давать брать. Он говорит о том, что любые отношения, ну, и отношения просто людей, и отношения в паре, и в семье тоже, да, они держатся на балансе. Если я, например, что-то даю, то я в ответ тоже что-то должен получить. Если я только даю, 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 в ответ не получаю, такие отношения обычно разрушаются. Если это в норме. Они могут не разрушаться в случае, если есть какая-то патология. Например, я не сепарированный ребенок там, не вырос, и я привык только брать, и я не знаю, что такое давать, делать для других что-то, да, и тогда я ищу вот такие патологичные. Конечно, могут люди с такими, а другой, например, человек помогающий, ну, созависимый, который только для других всю жизнь. Вот, и вот этот закон, тоже, у него есть разного, ну, такого рода нарушений, вот я уже начал о нарушениях, собственно, говорить, да, что понятно, что в балансе это давать и брать, и отдавать другому в том же объеме, сколько ты взял, условно, но при этом Хельгер прибавляет, можно и другой монетой, ну, такой образный, условно говоря, не то, что вот я, например, даю, ну, женщина, например, там, помогает мужчине, создает, создает быт, а мужчина зарабатывает. Это баланс давать-брать? Да, потому что она своей монетой ему создает, выращивает детей. Исходя из своих возможностей. Исходя из своих возможностей, а он своей монетой, и это может быть в балансе. И Хеллингер еще говорит о том, что отношения развиваются, если другой человек дает чуть больше. Вот мне, например, дали, а я ответ дал чуть больше. А, и вот это чуть больше как раз развивающий шажок. Это развивающий шажок, а тот в ответ говорит, ой, он мне так много дал, я еще чуть побольше дам. Вот это путь, когда отношения растут и развиваются, и улучшаются. А путь, когда они разрушаются, мы знаем. Когда кто-то, например, ой, а что это я им так много дам? Ну-ка, я не дам ничего. Или дам поменьше. И это путь уже идет к разрушению. Я читала о том, что этот закон не распространяется на родителей. Да, да, вот об этом, это исключение, глобальное исключение. он распространяется на всех, кроме родителей и детей. Потому что родители дают детям жизнь. А жизнь, на любой чаше весов, жизнь, она всегда больше, чем что бы то ни было. Да, как ли. Невозможно уравновесить жизнь. Поэтому у Хеллингера раннего родитель – это Бог, кто дает жизнь. Ну, кто может дать жизнь? Тебя не было, а ты есть. Поэтому родитель как бы приравнивается к Богу у Хеллингера. Тут, конечно, духовность подмешивается в любом случае. А тут без этого, ну, никак вот вообще. Да, да, но вот дальнейшие последователи, и там есть такой Франц Руперт, который очень серьезно развивал теорию травмы и расстановку травмы. И он говорил о других родителях, которые, может быть, они и дали тебе жизнь, но они, например, совершали насилие своим детям. Так называемые токсичные родители. И как с ними поступать, это целая дополнительная теория и дополнительные виды расстановок, совершенно другие. А еще я читала, вот вы про прибавок положительной говорили. Да, да, да. А еще я читала про прибавок отрицательной. Ну, в том смысле, что там такой пример интересный приводили, как в детстве, вот, когда нам кто-то наступал, мы кому-то наступали на ногу, или нам кто-то наступал на ногу, то мы в ответ что делали? Говорили, наступи мне тоже. Вот я вам наступила на ногу, вы мне, и я вам говорю, наступите мне тоже на ногу. И как будто бы подконтрольно, но я прошу вас сделать мне тоже что-то плохое, чуть-чуть. Понимаете? Вот такая интересная цитата была. Вот как вот в отношении с минусом? В отношении с минусом. Если, ну, я не знаю, тут тонкий момент, наказывать или не наказывать, отвечать или не отвечать, да? И есть евангельское понимание, что мы не должны отвечать и подставить другую щеку. Да, вот об этом речь. Но, наверное, понимание Хеллингера здесь более мягкое, отвечать, но меньше, чтобы снижать уровень вот этого вот взаимного негатива. То есть, если в плюс с прибавкой, то с минус с убавкой. С убавкой. Тебе сделали, ну, грубо говоря, сильно больно на 100%, ты можешь сделать больно на 80%. Но в любом случае должен. Получается так? Нет, тебе сделали больно на 70%, боль, а ты сделай на 60%. Уменьши боль. Вот я об этом говорю. Но получается, что же в любом случае должен отплатить? Это вопрос культуральный. Это вопрос традиций. Вопрос очень тонкий. И еще про что это? И про что? И воспитание. Опять контекст нужен. Это про что вообще? Это вообще концепция, вот есть такое понятие у Ницше, боль в уплату. Вообще, основа современной цивилизации, какая система наказаний, на чем? Вот ты совершил что-то плохое, и ты должен там отсидеть, например, в тюрьме, то есть испытать боль. То есть тебе боль в уплату дают. Ну да. Почему? Почему именно так? Да, а не иначе. Да. Ну, такая концепция принята была. Культурологическая тоже, или культуральная. Хорошо. Это три основных базовых законов. Да, да. И еще что-то. Да, да, да. Ну, иногда употребляют такое понятие закон бренности. Есть такой дополнительный закон. Вот его там упоминали. Упоминать стали позже, Хеллингер упоминал. Слышали вы о нем? Нет. Есть еще четвертый маленький закон. Он говорит вот о чем. Что важна передача жизни, и через сто лет будет неважно, какие были отношения, какие были тонкости. Важна жизнь. Он такой, закон бренности. Такой более, как бы такой, он больше, как бы, философский. Такой, с точки зрения эволюции, да, вот. Было тяжело, да, он что-то нарушил. Этот человек, возможно, да, там совершил, может быть, небольшое зло, но жизнь была сохранена. И у него появились там потомки, и эти потомки благодарят за жизнь. Вот это закон такой, так называется. Когда я говорю о том, что дети, мы говорим, что есть нарушение закона баланса, когда дети получают больше от родителей. Да? Казалось бы, это нарушение закона, да? Я там, ребенку даю жизнь, я его выращиваю, я ему много делаю, и ребенок не может вернуть. но цивилизация придумала выход. Я возвращаюсь своим детям. Долги, которые я дал родителю, я уже отдаю его внукам, то есть своим детям. Вот поэтому закон брать, давать с родителями не работает. Он не работает с родителями, но в целом в системе он сохраняется. Просто вектор в другую сторону направлен. Не вот так, а туда. Да, туда. Я отдаю долги туда. Это, по крайней мере, для меня очень логично звучит. Да, конечно. Очень стройно, логично. И как-то, вы знаете, вот в этих законах, пусть они и, ну, такие, и строго выстроены, но в них есть какая-то очень серьезная надежность и спокойствие. в них есть. Вот они дают ощущение заземленности. Вот есть такой момент. Вот его невозможно не заметить. В любом случае, как бы человек не относился в принципе к методу, вот если находишься в расстановках и узнаешь, или даже просто читаешь информацию, вот эти законы, прочтение этих законов дает ощущение заземленности. Вот мне кажется, сейчас, когда мы говорим о том, что нам надо учиться всем толерантности к неопределенности, все-таки иногда заземляться надо, ну, чтобы совсем не улететь, потому что такая сложная ситуация достаточно сейчас в разных сферах. Вот смотрите, вот те, кто является противниками этого метода, говорят о том, что когда идет работа, расстановок, да, то ответственность перекладывают с человека, который должен принимать решение о своей жизни, будучи взрослым, да, на систему. Ну, типа, это вот не ты виноват, а кто-то там из твоей системы виноват, а ты просто являешься триангулятором, или триангуляция, да, правильно? Триангулятором, либо, ну, симптомом каким-то, да. И, видимо, исходя из постулата, что не так важно, что с тобой сделали родители, насколько важно то, что ты сделал с тем, что сделали с тобой родители. Ну, то есть, ты уже взрослый человек, можешь сам что-то делать. Вот насколько это имеет право на существование такое мнение? Я думаю, это не совсем верно. Говорят, здесь надо четко разграничить, о чем здесь на самом деле идет речь, да? Об ответственности. Они апеллируют прямо к ответственности. Наверное, различные расстановщики могут немножко по-разному трактовать. Это же вопрос духовной позиции терапевта. Как терапевт трактует это, да? Ну, наверное, есть расстановщики, которые могут там человека полностью освободить от любой ответственности. Другие могут там его чрезмерно загрузить, скажем, с сильной ответственностью, да? Но я вот лично как понимаю, с одной стороны, никогда не... Если у человека есть своя жизнь, и у человека есть условия, из которых он вышел, вот он не может отвечать за те условия. Вот его сделали таким изначально. Ему нанесли определенные травмы, за которые он не ответственен. У него определенный пьянофонд, который ему дали, да? Условия жизни. Он родился вот в этой семье. И прочее. Вот целый ряд. Исходные данные как будто бы. Исходные данные. Вот за это он точно не должен нести вины и ответственности, да? И это уже будет про невротическую вину. Мы понимаем, что есть реальная вина, когда мы отвечаем за свои поступки, а есть невротическая вина, когда я чувствую за все себя виноватым. Вот я тут в семье появился, и вот там все кругом страдают, и я за них виноват. Да нет, я не виноват. Я только... Вот. Это вот одна сторона. Другая ни за что не отвечать. Я полностью... У меня есть моя жизнь, и сейчас уже это мой путь. И за этот путь уже я отвечаю. И никогда мы не говорим о том, что в расстановке мы что-то сделали, и ты, так сказать... Во-первых, делает сам человек. Сам человек проживает расстановку. Он совершает определенные действия в расстановке. Вот в моей версии я всегда клиента ставлю в расстановку. Ну вот, других вариантов практически нет. Во второй части расстановки, такой терапевтической части, не когда мы диагностику делаем, изучаем, а уже терапию производим, всегда у меня сам человек идет. И сам человек говорит, берет на себя какие-то, ну, скажем, может быть, моменты, там, ответственность определенную берет на себя действия какие-то совершаемые. Прямо здесь, в расстановке. Или в жизни после расстановки, да? Ну, по крайней мере... Мы не можем его освободить от личной ответственности. И получается, что если ему страшно сразу брать в жизни ответственность, то у него во время расстановки как будто тренировка происходит некая, да? Вот я попробовал, как это... Пощупал, как это вот я... Как это брать на себя ответственность? Это тренировка, или это мы можем увидеть причины, почему он не берет ответственность. Это всего лишь симптом не брать ответственность. У него могут быть корни. Точно. А почему он не берет эту ответственность? Да, это же тоже вопрос. Человеку свойственно жить своей жизнью. Ведь это... Брать ответственность, это не такая грустная штука. Ведь в этом же есть и много положительных моментов. Это моя жизнь. Никто мне ничего не скажет. Я ее живу сам. Так, как я хочу. Ну, и отвечаю за это, конечно. Ну, в этом тоже есть та самая ответственность. Я вот такой выбор делаю, и в этом заключается моя ответственность, что я не хочу никакого выбора делать. Ну, например. Ну, да, да. По-разному может быть, да. По-разному. Но в целом речь идет о каких-то причинах, когда, например, его кто-то не отпускает, например. Он не сепарирован. И, возможно, кто-то удерживает его в этом состоянии, да. Мы за тебя все решим. Ну, такое послание. Ты вот тут с нами живи, и мы все за тебя сделаем. Все решим. Ну, это такая вот прекрасная возможность все-таки окунуться именно в семей... Ну, вот если мы говорим в рамках семейного, именно семейной расстановки, окунуться, во-первых, не только в понимание, как обстоят дела в твоей системе, да, а еще и возможность изучить корни, что, в общем-то, нам тоже не помешает с учетом того, что у нас потеряна, да, вот в каком-то периоде нашей истории потеряна практически связь поколений в очень многих семьях. Что еще есть такого расстановка в заключении разговора, что вы считаете важным сказать для зрителей? Ну, вот оставаясь пока все-таки в классической точке зрения теории Хеммингера, первичной, которая все-таки является базовой, ну, вот как школа и институт, да, вот мы, школа очень важна, что, что заложено в школе, то так мы и живем дальше, поэтому вот классические херни очень, конечно, важны. Там есть такая позиция о детской мифологической любви и о взрослой любви осознанной. Вот почти в каждой расстановке в той или иной форме встречаются вот те отклонения, те проблемы, которые присутствуют, часто связаны с тем, что мы поступаем как дети. Что такое детская мифологическая любовь? Например, у меня мама болеет, и я тоже начинаю болеть. Я люблю свою маму, я присоединяюсь, и я думаю, что, может быть, я буду болеть, и я часть болезни возьму на себе. Я разделяю мамин сценарий со своей... Да, да, я разделяю именно из любви. Я делаю... Мама не получила семейная жизнь, и вот ее дочка тоже идет и никак не может создать семью из лояльности к своей маме. Совершенно не осознавая, что происходит. Не осознавая, но этот сценарий, он работает. И мы вот в расстановках, Еленгер говорит, основное, надо перевести детскую мифологическую любовь во взрослую осознанную. Например, это делается даже фразами определенными. Например, дочка говорит, что я, мама, я знаю, как ты страдала, как тебе было плохо, но я не пойду за тобой в это страдание. В памяти тебе я буду жить по-другому, и я буду делать что-то хорошее для себя и для тебя тоже. И ты, как правило, мама, ну, предположим, ее нет с нами, а она присутствует в расстановке уже как дух, она говорит, я буду очень рада, если ты сделаешь иначе. И таким образом разделяя вот этот вот неправильный путь любви, это как раз, Кирилл говорит, есть неправильные пути любви, а есть правильные пути любви, они переходят в более правильные. И вот почти все расстановки, они вот как-то основа их, наверное, в том, чтобы выбрать правильный путь любви. Ну, и тут каждый и в расстановке каждый выбирает правильный путь для себя. Если мы говорим в целом, ну, вот выбор своей ситуации, и в целом, если мы говорим о выборе вообще метода психотерапевтического подхода к своей проблеме, тоже каждый выбирает по себе. Каждый метод уникален и неповторим абсолютно. И вот этот метод проб и ошибок, наверное, может привести человека к тому, что он находит вот именно свой, да, тот, который для него является работающим, в результате которых он чувствует и прилив энергии, и возможность, и, возможно, желание что-то поменять. Или наоборот, успокаивается тем, что есть, что оказывается, все очень даже неплохо, и у меня вполне хорошая жизнь, да, вот переход из детского. Может быть, надо просто принять то, что есть, перестать беспокоиться. Совершенно верно, да, много таких книг с таким прям вот названием на эту тему, но по факту, когда это происходит в жизни с каждым человеком, это выглядит как волшебство. И вот как раз для этого мы и создаем передачу, чтобы у зрителей была возможность знакомиться с разными подходами к решению личных проблем именно из уст невероятно опытных людей экспертного уровня. Спасибо вам большое, Вадим, за интересный разговор. Я надеюсь, нашим зрителям он тоже понравился, и все было понятно, мне было, по крайней мере, очень интересно. Еще раз спасибо всем за внимание. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok